Пробежка, изоляция, пик-н-ролл, данк для кого-то это просто баскетбольные термины. Но во многих регионах нашей страны есть ребята, которые живут с этим каждый день. Они приходят на тренировки, выигрывают и проигрывают, и по сути уже создали свое комьюнити. И раз в три месяца они собираются в одном месте, чтобы определить сильнейших. В июне точкой притяжения для команды 2005-2006 годов рождения стал Алматы. Игроки именно этой возрастной категории действительно впервые после пандемии встретились. По другим возрастным категориям мы уже чемпионаты провели с конца прошлого года. Поэтому я думаю, что ребята были очень счастливы в этом. И очень мы были рады тому, что эти ребята не бросили в пандемию заниматься баскетболом. И развиваются. Тем более, что у них сейчас есть реальный шанс попасть в сборную. И главные тренеры, и штаб сборной делали отбор именно на этом чемпионате. Команда уже привыкла держать себя в тонусе и играть каждые три месяца. Но в этот раз из-за пандемии перерыв оказался намного дольше обычного. Приехали готовые, заряженные ребята. По ощущениям чемпионата прекрасная организация. Как всегда, все на высоте. Самое главное, что ребята получают игровой опыт. С другими командами, с других регионов, с других областей. Это самое главное, что есть такие моменты, когда они могут встретиться и поиграть. Получить опыт друг от друга. Вы показали характер, то, что было надо. Молодцы. Я о вами горжусь. Раз, два, три. Ай, да! Все, теперь давайте переодеваться. И домой. Успели сыграть, но по старшему возрасту до этого. А год до этого отдыхали. Ничего не было ни тренировок, ни это. Только онлайн тренировались. Дома кто как мог. Контролировали, как могли. По видео, по телефону. Но после пандемии, конечно, было тяжело. Было в форму войти ребятам. Мы готовились, получается, с этого года, с января месяца. Готовились. Потихоньку-потихоньку приводили их в форму. Вот и все. И сейчас результат. Съемочная группа телеканала «Каспорт» побывала на турнире в заключительный игровой день. Мы пришли не подводить итоги соревнований и поздравлять призеров, а просто решили пообщаться с ребятами, которые любят баскетбол и получают удовольствие от общения с теми, кто знает, в чем завязка слов в процесс и Филадельфия. Поехали, наверное, часов 20 на плацкарте. Нормально так. И так все игры были напряженные, все до конца бились. Все было круто. А на рано попали вот все. Безумная честь получить на этом чемпионате лучшего игрока и поиграть с командами, которые приехали сюда. Хороший турнир, хорошая конкуренция. Сыграли 7 игр, выиграли 3. Все ребята молодцы. Всем желаю побед. Мы сначала не разобрались немного, как играть вместе. Мы не играли долго друг с другом. В конце чемпионата более-менее начали разыгрываться и начали играть лучше. Этот чемпионат прошел отлично. Были у нас и сложности. Все в нашей команде старались сыграть как можно лучше. И все понимали, что мы приехали сюда за победой. И, конечно, мы верили в свои силы. Большая честь играть со всеми игроками. Знакомиться. У тебя появляется много знакомых, людей. Общаешься, играешь. Вне площадки тоже общаешься. Отличное чувство. Сначала я не знал, какие чувства в боскетболе. Потом, когда я уже тренировался 2-2 недели, мне уже понравился этот боскетбол. Я влюбился. И я уже не мог бросить это. Это стало частью моей жизни. Я считаю, в боскетболе безумно много плюсов. То же самое и общение. И увлечение в игре. И желание всегда быть на высоте. В общем, нравится абсолютно все. Ну, я занимался каратэ. Как-то мне надоело, потому что я получил травму коленного сустава. Врачи сказали, ты заниматься не сможешь. Но маме сказал я, а давай или на плавание, или на боскетбол. На среждение я пошел заниматься боскетболом. С того момента, уже почти 9 лет я занимаюсь этим видом спорта. Когда собирается вся команда, у нас мотивация большая, чтобы выигрывать всегда первое место. Проигрыши тоже бывали. Но надо уметь проигрывать и побежать, в том числе. Любимый игрок Леброн. А так, по моей позиции, игроки хорошие. Для меня нравится Крис Пол. Такой игрок есть. Вот он. Рейджон Ронда мне очень нравится. Мой любимый игрок Леброн Джеймс. Моя мечта сыграть за сборную Казахстана и добиться вместе с ней успеха. Айзея Томас, потому что он дает мне мотивацию играть, потому что он самый маленький. Он самый маленький игрок, который забивал 60 очков в плей-оффе. Добиться высоты до потолка, так сказать, в баскетболе. Там, Льва, Евро-Лига, не знаю. У нас еще есть Кубок Азии, чемпионат Азии. Я хочу там выиграть. Своей команде, своей команде. Сейф, пока. Сейф, пока. В этот раз кубки победителей турнира увезли с собой девушки из Шимкента и парней из Атырау. Ну, так как пока никому не звонил, мы отмечаем со своей командой. После этого, наверное, позвоню, первым делом, конечно, к родителям. А там родители до учителей донесут. И в школе потом тоже праздновать будем. Учителение, конечно, отличное. Побеждать всегда приятно. Сыграли 8 игр, все игры выиграли, стали чемпионами. А мы как бы по этому возрасту уже третий раз становимся чемпионами. Трехкратный уже, подряд. В целом, все, чемпионат, как бы, прошел хорошо, отлично. Буквально через неделю у нас в Алматы пройдет уже чемпионат 2007-2008 года рождения юноши-девушки. Ну и далее у нас будет традиционно в июле месяце мы проводим летний чемпионат по баскетболу 3х3. Мяч, площадка, кольцо. Сложен найти более доступный вид спорта, чем баскетбол. И нет ничего невозможного в том, чтобы собрать свою команду и также приехать и выступить на турнир. Ведь тут дело не в победе, а в том, чтобы встретить друзей, научиться чему-то новому и попытаться стать чуть лучше, чем несколько месяцев назад. Продолжение следует...